Здорово, пачаны! Мега-госовский-просовский видос на две темы выбора в Америке и будем пробовать тортик ну, параллельно, по ходу события этого будем пробовать тортик, так, фокус точно Отлично! А то в прошлый раз с автофокусом проёбочком вышло на уровне технологическом на технологическом уровне, неизведанном уровне а давайте-ка сейчас пониже ещё сделаем а то вы видели, да, я только вот включил, сразу запустил тортик антаговский, короче, будет но сверхдорогой, три шоколада содержится, вот так вот он выглядит ну, ничего выдающегося единственное, что хочу заметить он длинный ну, в высоту очень высокий изделие кондитерское торт-шоколад династия состав мука пшеничная ВС, ВС, как его, СВ с севом вяленый крем сливочный ультра-неправый, нет ультра-постерилизованный сливки молочные 33% молочные сливки это, кстати, дороговато ну и сам торт по себе ха, прилично стоит яйцо, курино-сгущенное молоко цельное, 8,5% молоко пастеризованное разрыхлители соль поваренная пищевая сахар, как же без него вода питьевая желатин шоколад белый шоколад молочный 52% шоколад темный 68% ну, шоколад темный смотря какой темный шоколад и молочный потому что есть пористые шоколадки знаете, да от которых потом из жопы бывает ну, вот хиканцы любят пористый шоколад ну, прям, блядь так что, покупают и хавают я говорю, бля, хикан нахер, хуёвый шоколад же да, блядь у нас денег нет если у вас причины денег нету не рискуйте лучше пизду подкопите и купите хороший шоколад себе по цене это очень даже качественно вот, Феррея Роше буквально недалеко от меня находится завод с Феррея Роше а Феррея Роше стоит тысячи, блядь тысяча, блядь так, это Джо Байден звонит, нахуй потом, потом сыном его поебаторим крахмал крахмал картофельный масло сливочное 72 не маргарин да блюдский а сливочное масло хорошо заметить ароматизатор натуральный ванилин какао процентно-пищевая ценность в 100 граммах продукта ну, в общем ни одной ешки пачаны нет тут ни одной е вообще продукт готов к употреблению кстати, город город мой инстаграм даже здесь есть масса нет 1100 грамм а сам торт стоит тысяча около 1300 рублей я его назвал антаговским потому что ну, это действительно антаговский торт он сегодняшний я взял в кондитерке в местной у них там много разных тортиков вот попробуем тортик с тремя шоколадами то есть молочный сливочный и белый шоколад упаковка ну, обыкновенная но он тяжел ну, килограмм сто весит в ширину небольшой за такую цену можно и было бы больше ну, знаете да какие бывают у Палычей у Добренинских так я, наверное не буду отрезать крышку и отрывать ее вот так он выглядит сейчас верхушка я думал она будет твердая оказывается она мягкая верхушка я вот попробовал надавить она как мой член с гауриновой кислотой так вот это вот юриденькая вот это вот хуйнюшка ну, черненький сейчас я попробую тут нужно просто бегудю поймать и пока буду кушать его обсудим выборы в USA я с ними знаком с именно выборами скажем так косвенно я их не касался за исключением того, что на Трампа 30 тысяч поставил на него коэффициент удивительный был 2,8 коэффициент на победу кто не в курсе Трамп может быть первым проебавшим в выборе в 2000-х годах ну, до этого я хуй знает ну, от Обамы они перезбирались да, мы помним перезбирались дважды до Обамы различными бушами тоже перезбирались все короче сидели и сидят сколько надо блять Трамп один год ну, один точнее срок один год один срок с 2017-го года да, он с 2017 в 2017-м были выборы и у меня его знакомый говорил его родители тоже такие блять если Трамп станет президентом наша жизнь изменится ну, вот пожалуйста при президенте Трампе что в мире произошло да, ну это вот те кто сейчас антифанят на Трампа говорят вот вечеринка во всем наверное труп виноват коронавусы там убийства афроамериканцев причем ну как намеренно намеренно специальные я уже делал аналитику по поводу вот этих вот всех событий говорят, что они из кожи вон выходящие и обычные люди здесь не виноваты там превышение должностных полномочий это точно прослеживается и по закону должны они отвечать по всей строгости закона блять мало того они еще вносит смуту от этих полицейских которые задушили кого там задушили ну вы поняли блять не Байден Байден это выбор президента Джордж Флойда казалось бы Джордж и Джо Джордж Джордж Флойд убиенный полицией а Джо Байден кандидат в президенты он всю жизнь кстати варится в политике вокруг да около я вам навел справки в Википедии смотрю он там даже в 70-х годах с президентом Египта виделся в 70-х представляете почему-то тогда блять биткоинов не было тогда доты не было тогда нью гейм был весил ну сколько килограммов 10 наверное ему сколько лет это блять было на тот момент а Джо Буйден уже в политике был я что-то не могу понять где здесь фитиль зазоры вот неприятные такие тортики которые блять сложно найти место за что тянуть чтобы снять ободок ну видите ободок да вот этот вот этот ободок нужно его снять как-то а как вот словно код да винчи блять разгадывать в Америке очень интересно есть что сейчас обсудить почему мои 30 тысяч может быть и плакали может быть и нет но скорее всего да вполне мои местные аналитики из моей конторы считают что возможно война гражданская в Америке я думал что она будет раньше но то что сейчас с выборами происходит Байден да Байден да Трамп это еще ближе это еще ближе в связи с тем что это все таки выборы главы начальник кресла там главное кресло в стране представляете и главное кресло в стране нынешнее держит Трамп до сих пор и 14 только инакурации будут и узурпации тронов пока Трамп будет вещи собирать и то вещи он сказал я не буду собирать ни в коем случае в связи с тем что вы идете все нахуй вы накручиваете голоса как на твиче как на ютюбе там всякие уебки крутят да-да-да кто подкручивает ладно бы контент был бы уникальный без проблем крутите потому что уникальный контент порой просто исчезает люди делают 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 видят что не находят это зрителя и уходят я таких не знаю люди знаю и просто они не делают ничего больше потому что не нашло зрителей а какие-то типа жопичи уебки они накручивают рекламодателей себе там изгоняют и в хуй не дуют радуются пиздецки как ладно применю силу короче все отлично применили физическую силу к кондитерскому изделию надеюсь нигде там это по закону не карается так и это непосредственно я положу куда-нибудь сюда и сейчас на ваших глазах причем он мне показалось что он несколько приторным отдало на ваших глазах я сейчас разрежу его кусочек наверно попробуем вот это вот блять хотел с бусинками а до бусинок не добраться так наверное вот так нож у меня кривой потому что я им открывал бутылки там всякие блять дверь взламывал вот такой вот кусок шоколада да или это бисквит это что-то бисквитно шоколадно очень очень нежный нежный мне нравится о да так сейчас почем занык он нож в место где он не пострадает дабы 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 не испортить его не занести заразу себе так сейчас я кусок вытону ой какой он мягкий блять суфле это суфле вот это вот суфле сверху мне кажется вот это вот суфле ебать 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 бля охуенный охуенный так ну пока рано еще заключение делать по нему внизу хлеб такой бля как как хуй очень интересный тортик шоколадик он непритерный совсем вообще непритерный сегодняшний кстати свежий мне прям женщина сказала хотите возьмите ну то есть антагрский и стоит дороже чем от палыча в ну рублей 300 отпал еще самый дорогой торт который был на витрине это с черносливом я вот сегодня блядь сходил посрал и знаете как посрал думал дохуня нас ром посидел встаю блядь смотрю а там какашки всего ничего потеряю задницу и понимаю что мне не хватит даже нескольких рулонов туалетной бумаги в связи с тем что какашка крайне неудачно вылезла то есть у меня кишечник он сокращался вот так вот тун-тун-тун-тун когда я на толчке сидел и пытался высадить блядь и что-то как-то пошло совсем не так и блядь здесь мой пердак был в говне ебать мне пришлось подмывать жопу потому что туалетной бумагой я бы охерел реально соседку бы снижую затопило таки чую мало того что пока я мыл я нащупал орехи какие-то ебучие я не знаю это вот макдональдс эти местные макдональдсы в городе звенигреди самый ебанский макдональдс на планете фастфуда самый самый ноль баллов ему ставлю я и больше никогда в жизни даю себе полный отчет в жизни если стану президентом Америки закрою нахуй вот в зенигре точку блядь навсегда это вообще это хуета хуета у них булки разваливаются у них фигача те что греческие знаете да вот так вот оно должно идти тоже разваливается в итоге вот такая вот фигача думаю ну шримп рот может быть нормальный будет тоже напополам блядь ну хуйня какая-то вообще не ненормальная мне не нравится вообще пиздец откуда орехи в кале блядь я не знаю у кого у Байдена спросить ну станет президентом там короче в Америке накручивают голоса за Байденом баснословное количество голосов крутят реально крутят пиздец в каких-то штатах где Трамп побеждал именно побеждал и все было за него по щелчку пальца Трамп уже не лидер в этих штатах а лидер кусок ну кусок ну политики да демократы демократы ВИН в этих штатах республиканцы ССО ну туда же тема не в республиканцах бэкграунт у Трампа таков что он ранее аж целых ну опять же по справкам наводка справок три раза менял принадлежность той или иной партии был демократом республиканцем еще кем-то там был данные партии мне известны только со Старварса они же звездные войны у нас в народе в народе Российской Федерации и страны СНГ Украина Белоруссия именно Казахстан мы знаем только вот это звездные войны республиканцы демократы у нас нет нет такого какое у них но у них нет космолетов нет звездных мечей световых мечей нет бластеров удивительно как нет бластеров казалось бы Илон Масон сделал огнемет да а мог бы произвести действительно бластер сделать и кстати Трамп его поддерживает Илона Масона а вот Илон Масон ну не знаю не знаю кстати подозреваю что Илон Масон мог бы баллотироваться в президенты участвовать в президентской гонке и он бы набрал хорошее количество голосов точно он бы возможно даже и президентом мог бы стать но тут все от резервного фонда США от владельцев резервного фонда США зависит кто же такие резервный фонд США это как раз таки то здание с людьми что управляет всей Америки все все что мы сейчас видим в Америке это все федеральный резервный фонд США вы даже если ведете США там сразу первым предложением будет написано с переходом на следующую страницу уже федерального резервного фонда что Соединенные Штаты Америки управляются федеральным резервным фондом просто не США а федеральным резервным фондом они деньги печатают доллары сколько угодно и в кредиты дают сколько угодно вот патриоты все говорят доллар 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 бумажка эта она скоро сгинет ввиду триллионов долгов Америки Америка столько долларов себе может напечатать она у себя же берет кредит это как не то чтобы играть в свое казино да потому что играя в свое казино там какой-то процентов 30 проебывает вот Андрюх это я говорил там когда он свой казик вебывает проценты не все камбэкает а вот какие проценты там десятых процентов проебывает вот так же и федеральный резервный фонд только они вообще не обременены они сами пупы там они никому ничего не должны они только выдают и только имеют все выдают и имеют все больше ничего и Дональд Трумп изначально вспомните да когда он баллотировался президент ему приписывали что он Дональд Федорович Трумп этот Дональд Федорович Трумп был значит пророссийским никаких пророссийских дилемм он не прогонял разве что не шибко так хуесосил Россию включая Путина он говорил что Путин уважает они виделись с ним кстати и не раз виделись с Путина и Трамп приезжал до президентства еще по молодости в Россию было замечено что пропадал с телками в отеле так это же хорошо когда у человека который выборы в президент в президентской гонке участвует у него наклонности абсолютно нормального человека что он с телочками молодыми развлекается не прям там 10-летними 15-летними а 20-летними телками вы мылстрой смотрите молодые девчонки красивые телки не все конечно есть уебищные ну уебищные скажем так хуже ну хуже чем в Питере уже быть не может скажу вам так что это абсолютно охуенно когда человек хочет мужского пола или женского влечения идет к противоположке абсолютно нормально и моложе либо старше там уже любви все возрасты покорны скандал у Трампа был во время его уже президент Эпштейн Эпштейн это такой чувак ебаторщик реальный ебаторщик к сожалению он повесился то ли его повесили но что-то там короче такое произошло что его не стало кто такой этот Эпштейн он он кореш Трампа он кореш Клинтонов он кореш еще множество множество политических фигур и звезд голливудских и много раз у него кто кто только не тусил в доме оказывается в доме у него все напичкано камерами было маленькими камерами это мои догадки потому что он даже у меня в гостях справа камера была висела ее выключили его выключили просто первые же мои гости сказали не давай выключай эту камеру а он имел судя по всему вмонтированные в стену маленькие камеры чтобы все фиксировать и однажды его посадили за педофилию нашли огромные тома там блять с маленькими детьми блять ну вот но некоторые считают что его посадили потому что он пытался шантажировать там тех же самых клиторов да трупов остальных звезд вот я считаю что ему нахуй это не надо было может быть он какую-то шантажку пытался сделать ему нахуй не надо было это потому что у него и так все было ну представляете у вас есть свой частный самолет у вас своя вилла ну вы как бельвускони все охуенно вам просто жить и наслаждаться и не наступать другим людям на ноги да на грабли антифановские не наступать просто жить к воролесе кайфовать по факту этот хоп его сажают через время он находится в какой-то там из тюрьмы в Америке повешенным его находят в камере камера была выключена походу тоже там как вот история с тесаком представляете ну как это может быть такой политически значимый человек без видеонаблюдения блять ну это нонсенс ну это сразу пиздеж это пиздеж повесили его просто въебали вот кто там въебал ну это уже не то чтобы следствие никто не будет разбираться потому что его обвинили в педофилии это самая уебанская статья вообще во всем мире нет ни одного государства которое бы покрывало педофилов нет ну вот если тебя судья осудил в педофилии по факту ты значит все уже блять хуевый сверххуевый никто за тебя там не будет тянуть как на зоне фень мазу да вот поэтому ты блять хуй хуй который будет задницей видимо торговать потому что иначе и быть не может ну такая статья но она еще доказать нужно ну а если у него там материалы такие были блять это серьезная хуйня да торопит торопит охуевный ну ммм он как птичье молоко качественное птичье молоко есть дешевое птичье молоко а это вот почему качественное птичье дорогое дешевое оно дешевое но всегда почему смотрите на цену цена тому голова чем выше цена мм ну и опять же если у вас денег ну не сверх много и вы решили себя побаловать удосуждитесь в интернет войдите и посмотрите отзыв потому что вы рискуете да на хуйню попасть вот я пельмени однажды покупал фермерские называются может быть мне пачка такая попалась но эти фермерские пельмени если по 10-байной шкале я ему 1 балл поставлю их невозможно жрать они отдают какой-то кислинкой блять постоянные хрящи попадались а цена на минуточку почти 600 рублей бэн почти 600 недавно там недельку назад брали шаря там пельмени за 500 там с лишним ну тоже как фермерские по цене белисси белисси но они нестандартные были они как такие вот ну вот такой вот формы не хачапури как хинкали только миниатюрные такие маленькие хинкали и больше наманты даже походит ну очень в общем такие пиздатые очень-очень хорошие пельмени там рубленое мясо было действительно по факту блять охуительное ну ладно вернемся к политике ну к политике не к политике а просто аналитике я сейчас возьму телефон дабы вам зачитать что там с Эпштейном Эпштейн Бар у меня два процента тут осталось мне в принципе хватит сейчас блять один процент сука сейчас повербанки все разряжены к сожалению день рождения только раз в году кстати это не первый торт в этом месяце это второй тортик который я за этот месяц заберу у меня вот прям на пасть ее пару нагоняет фанатеи ну просто тортики покупаю покупаю разом вот Мервилл или Мэдвилл за 600 рублей тоже шоколадный если тот сравнивать с этим ну это земля и небо тот 600 рублей но это в два раза дороже стоит так я ввожу Эпштейн а финансист он финансистом был филантроп секс сексуальный преступник инвестировал в банки вот 10 августа он типа покончил жизнь так сейчас посмотрим личной жизни был осужден за секс с 14-летней девушкой и 13 месяцев после чего был освобожден в рамках сделки это в 2008 году он 14-летнюю телку натянул а в каких-то штатах возможно возможно саити там с 14-летними в Канаде вроде разрешенный по обоюдке с 14-ти лет Эпштейн в рамках мирового соглашения блять так он ее девственности получается лишил если в 14-ти лет он ее натянул пиздец так он же 50 тысяч долларов заебал ты блять сука нахуй ты звонишь то блять звонит один и тот же номер блять со скайпа сейчас его забаним а тут пиздец блять к федеральным должностям прилили в качестве его жертв 36 несовершенных летних девочек которым в рамках мирового выплатил от 50 тысяч до 1 миллиона долларов он выплатил то есть этим 36 тысячам ой тысячам блять 36 тёлкам 50 тысяч баксов ну надеюсь они не депали а если депали то по ссылке в описании в твиттере обязательно ссылка о признании вины была заключена Александром Акост это прокурор Флорида а вот в 2019 его арестовали в торговле несовершеннолетними блять ну и пиздец 10 августа в 2019 году он зафиделил но я о нём читал то что я читал действительно клин клитор с ним тусовался и он очень ближний друг Дональда Трамп как хороший хороший очень хороший друг так теперь идём Трамп Трамп скандал скандал сейчас посмотрим скандал Трампа о скандале Байдена мне только известно нынче стало что у него есть сын компьютер которого взломали или телефон а там блять видосы и фотки где он ебёт свою племянницу 14-летнюю блять нюхает кокс взвешивает его там 47 граммов блять кокса нахуй и ну всякими там непотребствами занимается с разными порно пёздными блять прикиньте это сын кандидата вот лидера ирующего в этой гонке Джо Байдена сын его тот ещё ебаторчик сейчас личное ему обращение сделаю переводчик так м-хм 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 с Rachel гоlor не к м-хм он что Так, вот. В Греции прям, даже если бы Влад был против, вызвал бы Интерпол, все бы так. Там бы сосули, типа, сделали, ввиду того, что Джозем был бы. У него член, кстати, длинный пиздец. У него очень длинный член. И он бы мог бы наряд греческой полиции просто вот так вот связать их своим членам. Если бы он был бы супергероем, скорее всего, он бы, блядь, имел бы возможность, да, членам своим так вот оперировать противникам, блядь, преступникам. Так, теперь приглашение отправил про Байдена. У него плюс есть в том, что он непосредственно давно в политике и раз в жизнь и палкой стреляет. Такова правда нашей жизни. Если всю свою жизнь, будучи неинтересным каким-то челом, делать, вот именно, что неинтересным. Помните, я говорил в начале этого видео, что можно быть интересным, но мало просматриваемым человеком. Вообще, или вообще не просматриваемым, и забить на это хуй. А можно быть неинтересным и делать, 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 там ноль, 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 потом два, три, пять человек, десять, двадцать там будет. Тем не менее, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, а потом в один прекрасный момент окажется, что эта норма поведения, которую неинтересный чел подповедовал, это и охуенно. Это охуенно, и всем зашло, всем заебись, все будут даже благеатить его поведение, блядь, к примеру. Могут ведь? Могут. Не просто смотреть как на фриков, а сказать, блядь, это действительно, он ведет себя так, как, мать его, должны себя вести все люди. А почему бы мне тоже не повести себя так, как он ведет? А почему бы вообще и соседям моим не повести так, как он, и так попиздует, попиздует, по чуть-чуть, по чуть. Так вот, у Байдена, блядь, есть все шансы стать президентом, к сожалению. Почему к сожалению? Потому что он будет проповедовать. Это действительно антироссийский президент будет, и доллар с ним повысится, 120 рублей, это еще лепесточки. Он на Китай акцендирует, но видите, в чем прикол? Тут вот что может разыграно, мы с вами можем проебать путу, надеюсь, блядь, не будет этого. Взамен того, чтобы Китай замолвил за нас, Россию, словечко перед американцем, Джо Байденом, отдать им часть официального Владивостока, к примеру, да? Ну, или откуда-то они там идут, китайцы. Вот, вот, какая-нибудь такая хуя там может быть, а что? А вот так вот, блядь, могут сыграть. И минус территория. Но это тогда, блядь, хуёво может быть внутри РФ. Но чем-то приходится жертвовать. Либо креслом, либо территорией, либо просто экономикой. Что вы выберете? Кресло? Я бы кресло выбрал. Но я никогда в кресле не был. Ну, только в своем. Ну, главное, чтобы народу ужилось, наверное, заебись. Потому что у самого у тебя уже все есть. Да, все есть, все. Можешь уехать. А тебе будут говорить. Правда, история хуя, хуя. Ну, ладно, блядь, это уже не в ту стезюпочины залезаем. На Трампа ополчилась в пи-факту вся вообще. Вся телевизионная поебота из-за исключения вроде Fox News, Миша Рянгер, кроме Fox News. Каким же образом? Они ему даже не дали нормально сказать по телевизору, что он читает, ну, его мнение, выборы сфальсифицированы ввиду того, что сейчас коронавирус, все в основном сидят дома и голосуют удаленно. И фальсификация может быть, ну, вот так вот, пам-пам, да, вкидыванные под бюллетени. Видел видео, где, не знаю, правда, нет, но территориально это нихуя ни Россия, ни Украина. Они тем более, там, Казахстан, да, это действительно Америка какой-то, из Штатов, тонна фор, да хуя фор, и выкидывают бюллетени. Человек 20, одеты, как в парихимической войне, представляете, утилизируют голоса, ну, скорее всего, за Трампа, целыми форами вывозят. Вот, и вносят за Байдена. Так делать, конечно, нельзя, это накрутка, и с ней нужно бороться. Твиттер нынче стал помечать некоторые сообщения Трампа, как нежелательные к просмотру. Там, где он заявляет, что, извините, ну, я не проебал, это вы проебали. Вкидывайте, не вкидывайте, остановитесь, он-то, как Янукович, остановитесь, 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 уже. Кстати, еще, тут настолько пиздец, что пиздец, в Америке, это впервые за 120 лет, говорят, что такое количество людей проголосовало, впервые за 120 лет. Казалось бы, при Трампе происходило, ну, убийство, да, полицейские убили афроамериканца, задушив его. После этого вообще там пиздец полный начался, ну, реальный пиздец. Вплоть до пушек доходило, окологражданская война могла начаться, нацгвардия была задействована, сейчас, кстати, тоже нацгвардия задействована. При Трампе еще там какая-то... Нет, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что там при Трампе, чтобы точно разобраться. Трамп. Трамп. Так, Тремп. Не Тремп, а Трамп. Что? США при Трампе. Трамп. Такого мощного роста в США ни разу не было. Кстати, вот касаемо... Я, опять же, не договорю, к сожалению, блядь, сбился с мысли. Про антироссию, с кем она настроит Трампа. Он... Он... Все для Америки. Make it to great again American. Сделаем Америку снова великой. В этом посыл, что Америка снова должна быть великой. Да? Она и так... Ну, со слов Америки, американцев, великая страна. И тут еще, еще величие. Вот. Он бизнесмен. У него там свои башенки, в которых он мог бы, блядь, проводить ебаторию охуенную. Ну, ему это нахуй не надо. Про импичмент ему постоянно говорили. Напоминали, что импичмент каждому президенту, кстати, проповедует импичмент. Вот, вот, вот прям хотят импичмент, импичмент, импичмент. Импутьмент, ёпта. Вот. Аналитика, BBC. Крем. О. Головные каналы Америки, когда там, вот, пиздеть, о фальсификациях, прерывали нахуй его голос, перебили и переключили на другую инфу, блядь. Президента. Номер один, нибудь. Человека номер один в стране. Просто, телевизиончики, там телевизиончики не такие, простые, как у нас. Там, блядь, телевизиончики, уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху, ёпта. Там реально, блядь. Так что, блядь, причина, непродажность, она лишь, конкуренцию, конкуренцию рождает, непродажность. А может быть, и продажность, хотя, у Буйдена, сколько у неё денег? У неё денег, я думаю, не настолько много, не настолько больше, как у Трумпа. У Трумпа, это всего состояние, там, 2-3-4 миллиарда долларов. Это не сверхмного для президента. Ну, вообще, на жизнь хватит, и хватит, чтобы и полудить, хватит тоже, и тёлок там потрахать. Как вот у меня недавно мысля появилась, добавилась, точнее, не появилась, добавилась к моей идее иметь детей от, ну, от нескольких, там, да, от более чем 3-4 раз, детей. Ещё близняшек хочу, близняшек. Не детей, а именно от близняшек детей. Вот. Он неоднократно заявлял, именно Трумп, об этом преддверии, в промежутии, которые состоялись в ноябре, только американцы будут выбирать 35 сенаторов, губернаторов, 36 статов и всех 400 палат и представителей. В сентябре ваши написали, что президенты из предыдущих 3 месяца в той или иной форме 40 раз выступил обеспечивающих положений и дел в экономике. Ага, 40 раз за 3 месяца. Так всего лишь 40 раз. Вы чё, горяйте, у нас каждый месяц по 150 сообщений ебать таких. Чё за прикол, блядь. 3 месяца. Ну, сказал он, так это в предвыборной гонке, конечно. Начало, блядь. Начало началовских. Сына Байдена не показали, если вы вот уж интересуетесь, как так сына Байдена не показали по телеку, не показали ни по телеку, нигде, блядь. Вот, писали новостные ленты о сыне Байдене. Это всё умолкло. Всё, может быть этого и не было, но... А. Но, 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 ой, извините, извините. Ему по-любому придётся, если он станет президентом, вдруг, как правильно в чате заметили, осудить своего сына стопудово. Возможно и посадить. Но, опять же, если он это сделает, его могут попросить съебаться тоже. Так как в Америке, я как понял, настроения у народа, такие, как у Влада Савельева, они словно все под таблетками находятся, антидепрессантами. Сейчас я член поправлю, а то он что-то у меня опух, блядь, похоже. ой, блядь, ой, сука, болит. Чуть-чуть, чуть-чуть, блядь, сейчас время ждать. ой, я долбоем, блядь, ну, подорочил, нахуй, ну, ладно, это опять же, а вот угоистов. Ой, блядь. и, собственно, им там в голову взбредет, что-то там услышат, блядь, по факту, и начнут топить. Уходи, уходи, уходи. они как, я не знаю, как ёбнутые там бывают. Ладно, поживем, увидим. Вот, написано, что да, экономика показывает хорошие результаты, но бывало и лучше. Также есть показатели, которые нельзя назвать прекрасными. Например, рост заработной платы в реальном выражении, рост валового внутреннего продукта, то есть ВВП, показатель, отражающий рыночную стоимость всех товаров, демонстрирует внушительные результаты. Во втором, а, это вот в семнадцатом году, смотрите-ка, там ещё без корон-ануса, если чё. Получается. Вот, во втором, а, это восемнадцатый год. Пишу, восемнадцатый. Во первой квартире, во втором квартале года он ускорился до четырёх-двух процентов в годовом выражении, что очень неплохо, кстати, нам есть чему учиться. Это лучший показатель за несколько лет, но в четырнадцатом году он составлял 4,9 при Обаме. В 1950 году и в шестидесятых годах ВВП ещё быстрее Америки рос. Ну, они сравнили. Блядь, в Америке, в 50-е, 60-е годы, там самый рассвет был, там, там, ёпта, блядь, там, неебешая хуйня, у нас Гагарин, красавчик, блядь, а у них Амстронг, блядь, который в павильоне, блядь, там у них Голливуд там зарождался, ёпта. К сожалению, мы не можем показать вам эту часть истории из-за малого объёма. откройте полную версию страницы. У меня телефон не вмещает, столько информации. уровень безработицы. 3,7. 3,7, блядь, 3,7 процентов уровень безработицы, причины, при Обаме 10 процентов безработных было нахуй. При Трампе даже корона-анус почти год, ёбать, да вы прикалываетесь, быть того не может, это стопудово там накручивают и антифанят сильнее пущего. Это первый президент может стать, который не заступил на второй срок. он снижается, унижение начался в период был. Сейчас процент людей, уровень безработицы среди афроамериканцев и женщин тоже снизился. Зарплаты в США увеличились, ну, ненамного. Ненамного. Самые большие при Обаме были, типа. Сейчас больше вакансий, чем нуждающихся в трудоустройстве. То есть, дохуя вакансий свободных, людей нету. А меня вот в Америку не пустили. Я там бы и нахуй не жил. Нахуй мне там Америка. Пускай Амиран Сардиско там живет. стрижка стрижка шапочкой, блядь. Блядь, как же. В общем, обзорщик. Киноман. Киноман, пускай там живет. Мне нахуй это Америка. Единственное, один раз я бы съездил туда на Яралаш какой-нибудь. Ну и может быть по всем бы штатам проехался. Да, было бы интересно. Я уверен. домохозяйки лучше стали при Трампе. Ну в общем, при Трампе одни улучшения при факту. Это не такой уж президент, который прям хуй из хуй. Неспроста у него говоришь лозунг Америка маки агейн. Или Агейн Америка нагуй. Вот. В этом есть смысл. одно дело там ну ну ладно не буду говорить. Так Трамп такого мощного итог первого срока стала ли Америка богаче. Ну в общем у Трампа даже при том что сложное положение вещей ну реально сложное причем коронанус в мире в Америке миллионы погибших миллионы тоже инфицированных еще погибнет и погибнет. Очень непростое время у Трампа. Мне он как мужик больше импонирует чем Джо Байден. Ну не берем его сына. если бы его сын Джо Байден баллотировался я бы проголосовал ну скажем так морально. А так извините Трамп очень неплохой чел я вижу по его ебалу он не уебок чего нельзя сказать о Джо Байдене. У Джо Байдена написано как у Хиллари Клиттера что что-то с мозгами не в порядке. Там Паркинсон Альцгеймер Топгеймер блять ну я Топгеймер он Альцгеймер так что-то блять нездоровая хуйня может начаться в отношении России как бы Джо Байден не развязал действительно Третью мировую войну. Вот. Он знаете что сказал вроде как санкции с Ирана хотел сейчас посмотрим санкции с Ирана блять снять и душить Россию даже вот так блять пидор. вот Байден изложил свою политику кандидат который по словам в воскресенье публиковал политику рано как провальную написал он добавил что тем самым там изолировался Единственные Статы настолько что в двух последних антииранских попытках Вашингтона по продлению эмбарго на поставке оружия восстановления с ним выступить против Ирана вице-президента бывшего президента это как раз Байден вице-президент Обама бывшего Обама бывшего Обама также добавил совершив убийство генерала Сулеймани бывшего командующего революции да было такую аналитику кстати вроде выпускал Трамп вынудил там весь Иран горевал ёпта такого полководца взяли убили просто с нихуя ну как с нихуя ну полководец Исламова Страша Исламской Революции был Трамп вынудил Иран совершить беспротивную атаку на американскую базу раздавали пострадали более 100 американских военнослужащих да вот внешняя политика у Трампа оставляла желать лучшего действительно но внутренняя понимаете у нас внешняя типа хороша красава мы свои мы свои мы свои ну в любой момент просто нож в спину нахуй тыкнут блять лучше все для своих делать потому что свои ну это как семья они никогда не отвернутся если ты добро делаешь своей семье никогда поэтому если выбор стоит кореша либо семья помогайте лучше семье причиной потому что семья никуда не отвернется от вас какая бы там мать отец не было или брат сестра бабушка дедушка они никогда не отвернутся а вот другие отвернутся когда станет им неинтересно затем кандидат от демократической партии на президентских выборах в США написал что если он победит на этих выборах он изменит политику страны в отношении Ирана подчеркиваю по словам Байдена политики политика его вероятного проведения будет тогда что на первом этапе она возьмет на себя не допустить приобретения Ирана не допустить то есть все таки не допустить вторым шагом Байдена будет пояс надежного пути дипломатического похода Ирану они ну что ты несешь смотри там же прямо сказали одну и ту же хуйню вот лужу массируют 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 блять иранцы правительство Ирана блять живет под санкциями 40 лет нахуй они хотят от санкций этих избавиться пускай туда заедет охуевшее количество ну наблюдателей и поядерки есть такие наблюдатели ядерного оружия и пускай все ищут 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 все санкции снимут и эти палец о палец не будут ударять нахуй все просто блять заключить нужные договора и пускай себе живут не будет ядерного оружия никакого они же боятся ну правительство Ирана боится за свои жопы блять за своих жен за население тоже ну мало ли они же там сколько лет уже правят после арабской революции если Иран не вернется к строгому соблюдению положения ядерной сделки Соединенные Штаты вновь присоединятся к СВПД это ракеты там средней дальней дальности он также написал запрет на въезд США граждан мусульманских стран в том числе Ирана которая вела администрация что это все снимется в случае того что ну типа те отменят но опять же он делает так как делали остальные ну делайте вы шаг от ядерки не будут они это вы должны сделать шаг им навстречу убрать санкции нахуй и сначала сказать все мы будем убирать санкции по чуть-чуть и также охуевшее количество наблюдателей и по ядерному оружию будете по всем полигонам возить их все что найдем то нахуй забираем и санкции санкции снимаются снимаются каждую недельку там каждые две недельки будут сниматься самых легких там чтобы американских велосипедов там не было до американских роликов наверное они хорошие ролики ну ролики это есть такая авиатура иран в ожидании избрания Джо Байдена на пост это публикация 2020 года 20 сентября окей и теперь Россию Россия после победы Джо Байдена Россию ждут непростые времена наблюдатели делают прогнозы в разы увеличится турбулентность системы и внешняя нагрузка на НИИ демократы полностью возвращают контроль за постсоветским пространством которое впрочем никогда не уходило из-под контроля демократов правда сдерживался администрация Дональда Трампа ну доллар давайте-ка я справки сейчас наведу 1 доллар 1 доллар 1 доллар 77 рублей отматываем на 5 лет а доллар при Трампе в так вот ноябрь 17-го года когда как раз там 60 рублей ну 59 рублей в 19-м году 60 но вот пиковый максимум 80 рублей было 20-го марта 2020-го года и сейчас 30-го октября вновь пиковый максимум ну мы с вами причины на рубеже том что Джо Байден он сделал так что доллар ебанет для России в 100 и более рублей это я вам гарантирую это я вам гарантирую если Трамп останется доллар до ну до 90 рублей и то вот это годы дал годы сейчас вообще очень охуечивают у Байдена у Байдена сильная и профессиональная команда как по Европе так и по советскому советскому пространству и по России давление на Москву постсоветского пространства кратно усилится при этом администрация демократов будет иметь больше ресурсов и возможности коммуникации ставка команды Трампа на силовиков и администрация будет сведена к нулю и замешивать на контракты на контакты с олигархами намерка вернется в Европу связь вот о чем я не говорил связь с Китаем и потом могут быть бартеры такие блять мы с Россией не хотим хотим с Китаем а Китай с Россией у нас же общая даже валюта вроде как хотелось такое под папками закрытыми обсуждалось чтобы Россия плюс юань российский юань был мы можем с Белоруссией объединиться валютами и с Украиной нет с Украиной уже нет с Китаем но этот вот с этими дружу с этими не хочу ну мы что там сделали усилиться роль по границам России вот плодославление ой ну в общем все хуево короче тут аналитики пишут что политика была относительно сдержанной к санкционному давлению ну санкции какие санкции вел Трамп для России разве что Нинель пофиг вот этот никель Дерипаски его был еще там вариант ковбу нельзя было въехать в общем он только точечно хуярил по моей памяти сейчас Трамп санкции Трамп введенные санкции Трамп хотел отменить санкции против России Трамп из отдела Скрипалей США на год продлили военные введенные санкции ну в общем опять Крым 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 в принципе все точное тонки классные выборы интересные поживем увидим очень интересно кто там кто там завинет кто проебет а кто просто куда-то исчезнет а а оба б крисбочатка Продолжение следует...